Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снимаю вам видео на улице, потому что вы что-то погуляете, чтобы не тратить время зря. Я хотела вам немножечко поснимать, потому что до времени у меня снимать очень мало, потому что я сейчас в будничный день работаю полный день, поэтому как только я заканчиваю работать, я занимаюсь с детьми. В общем, не до съемок особенно. Да и выходные дни тоже. То туда, то сюда. Сегодня вечером старшая дочка планируем сходить в кино, и вот сейчас, пока она спит дневной сон, я вышла с младшей погулять, а то я как вечерный человек выхожу гулять так вечером, в будничные дни, потому что до шести отработала, потом беру детей, и мы до восьми идем гулять. Я уже не помню, когда последний раз гуляла по светлой погоде, но утром со старшей не получилось погулять, с ней пошел гулять папа, а я занималась домашними делами, поэтому вот сейчас вышла покатать коляску с младшим ребенком. Вот наша колясочка. Гуляем на районе, ходим вокруг. У нас район новый, новостройки, район достаточно большой. Здесь гулять очень классно, очень здорово. И сегодня я хочу вам в этом коротеньком блоге рассказать о своих детях-погодках, о том, как у них вообще сейчас происходит взаимодействие. Старшей у нас дочки 2 и 4, младшей дочке 3 месяца, и получается у нас разница год и один, два года и месяц. В принципе, мне такая разница нравится, считаю ее оптимальной, потому что старший ребенок еще не очень большой, она хорошо воспринимает младшим, конечно, совместных игр как таковых у них еще нет, потому что младшая, когда лежать, смотреть, а гукость и улыбаться, еще ничего особо не делает. Но тем не менее, она все время с нами, то есть мы стараемся деток не разделять. В будничные дни, когда я работаю и с детками бабушка, то тоже младший ребенок все время рядом, то есть занимаются, рисуют, лепят, со старшей смотрят что-то, по книжкам занимаются. Младшая всегда рядом, и точно так же наоборот, если когда с детками я, то мы всегда все вместе, всегда вместе гуляем. Вот, старшая младшую не обижает, относится к ней хорошо, когда нам вместе сидим наиграем на кровати, там карточки смотрим, она все время говорит, можно я возьму, пытается все время взять младшую на ручки, но она берет ее так не очень-то аккуратно, потому что она ничего не понимает, не может рассчитывать свою силу и обнимает ее достаточно сильно. Вот, поэтому мы стараемся, как это, контролировать этот процесс, но тем не менее, она все время ходит по головке, гладит, можно я Сашу поглажу, там поцелую ее, или за ножку возьму. Еще она у нас, у нее сейчас любимая игра, это она врач, она все ходит, лечит, и Саша в том числе, она тоже у нас лечит. Там, я буду Саше стричь ногти, я буду Саше сделать укол, и все такое. Конечно, укол она может сделать, но не очень аккуратно, не очень осторожно, так что Саша заплачет, вот, но тем не менее, как бы не считает, считает, что у этого нет ничего страшного, это маленький ребенок, тем не менее, ей интересно, и если мы со старшей где-то вдвоем, например, так получилось вчера, ходили мы вместе, ушли гулять, но так получилось, что раньше я вернулась раньше, сначала с младшей домой, и потом пошла, встретила папу и старшую, и вот когда мы шли домой, она все время спрашивала старшей, а где Саша, мы же были с Сашей, и все такое, и так она все время тоже утром просыпается, а где моя Саша, поэтому ей интересно, она ее не обижает, в принципе, показываем, а действие происходит хорошо. Все погремушки, ну и, естественно, старшего ребенка сейчас, ей очень нравится играть с Сашиными погремушками, вот, у нас есть коробка с погремушками, Лера ее в первую очередь берет, играет ей сама, потом погремушки выдает Саше, вот, давай Саше погремим, ну, естественно, ребенок маленький, греметь, она начинает, но Саша перед лицом очень громко, вот, Саша испуганно смотрит, они не понимают, что вообще происходит, но достаточно, со стороны это очень смешно, но, тем не менее, ей нравится, ей интересно, поэтому мы не ограничиваем их общение, пусть общаются так, как хотят, вот, мы не возражаем, вот, поэтому пока ей нравится, пока все, пока все интересно. Посмотрим, как будет дальше, будет ли она интересна с ней игрушками или нет, ну, надеюсь, что будет, пока, как таковой вот ревности явно, я у нее не замечаю. И бывают такие небольшие проявления, как, например, вам можно я полежу в Сашиной кроватке, особенно перед сном, у нас днем Саша спит в кроватке в своей комнате, ну, в детской, там же где спит Лерочка, но ночью, ночной сон, она у нас спит в нашей комнате, в колыбельке пока, вот, я ее не перекладывала еще к Лере, и вот перед сном, Лера, можно я полежу в Сашиной кроватке, включает мобиль, вот, ей нравится полежать, как Саша под мобилем, или еще иногда днем, когда Саша лежит, вот, на мобилем в кроватке, у нас еще есть шезлонг, он тоже с музыкой, и она, мама, я полежу в шезлонге, я тоже маленькая, тоже, как бы, я думаю, что она смотрит, что делает это Саша, ей тоже хочет, ей тоже интересно, она тоже маленькая, ей всего лишь 2,4, поэтому тоже, как бы, такие проявления, муж сначала удивился, нормально ли такое поведение ребенка, но я думаю, что нормально, это такой вот процесс адаптации к появлению младшего ребенка, поэтому тоже разрешаем ребенку это делать, если она этого хочет, поэтому я считаю, что если ребенка ограничивать и запрещать ей это делать, то будет только хуже, наоборот, может появиться ревность, потому что вот Саше это можно, а ей нельзя, и так далее, поэтому я все-таки считаю, что если ребенку хочется полежать в кроватке, или там, я не знаю, полежать там же шезлонги, или вот, например, мы на кухне, детский стульчик, мы сейчас отдали, мне он лежит на кухне Сашенька, потому что он у нас от нуля, с horizontal положением, но если Лерочка хочет там полежать, то тоже без ограничений, пожалуйста, она там лежит столько, сколько ей хочется, Поэтому пока процесс полет нормальный первые три месяца, дальше посмотрим, я думаю, что через месяц-два снимем еще одно видео, как дальше пойдет, потому что младшая становится более осознанным ребенком. Ну, дальше мы смотрим. Кому было интересно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на свой канал и всем до новых встреч!